Жители станицы Александровской в Тюменском районе ждут, когда в их селении появится общественный транспорт. Сейчас ближайшая остановка в трех километрах. Будет ли в Александровской автобус, знает Николай Смирнов. Жару и холод, зимой и летом жители станицы Александровской ежедневно бредут по обочине трассы, уворачиваясь от летящих фурт до ближайшей автобусной остановки. По-другому ни сюда, ни отсюда не попасть. У нас здесь живут и престарелые люди, и родители с маленькими детьми, которым надо и в больницу, и в школу, и куда-то так просто выехать. Да элементарно даже до Анухи надо ехать в эту же больницу, на прием попасть. У кого есть личный автомобиль, то тут как бы проще получается. А те, у кого нет автомобиля, приходится добираться пешком. Вот если взять головину, и до нашей станицы получается тут 2,5 километра примерно. Все, что нужно, продлить уже существующий 317 маршрут. Об этом жители станицы, а их сезон более 100 человек, просят уже не первый год. В 2015 году мы проводили комиссионное обследование данного поселения. Были выявлены замечания. В Анухинское муниципальное образование были направлены замечания, чтобы они были устранены. И замечания были устранены. Силами администрации самих казаков станицы поставили остановку, дорожные знаки, разворотную площадку отсыпали щебнем. Все готово к приему автобусов. Вчера же мы направили уже официальное письменное обращение на Ковалева Андрея Николаевича с просьбой рассмотреть возможность продления маршрута. Сейчас все документы находятся в работе, в процессе, скажем так, но первые шаги уже сделаны. И надеемся, что этот вопрос будет рассмотрен, решен положительно. После утверждения изменений отдел перевозок автовокзала внесет поправки в расписание движения 317 маршрута. На разработку документации по регламенту отведено до 30 суток. Еще столько же нужно на согласование и запуск работу самого маршрута. Это значит, что если все пройдет хорошо, то уже в середине июня станичники смогут без проблем добираться как в город, так и домой в Александровскую. А мы обязательно проследим, когда это произойдет. Николай Смирнов, Андрей Захаров, Тюменское время.